По поручению президента России во всех субъектах страны открывают филиалы Государственного фонда поддержки ветеранов и участников специальной военной операции «Защитники Отечества». Теперь эта организация заработала и в Люберцах. Какую помощь будут оказывать бойцам и их семьям, расскажет наш корреспондент. Любка, привет! Рада тебя видеть очень. Здоровья, мужества, зваги, да. Мы ждем вас домой. Спасибо, ребята, что организовали нам такой телелос вживую пообщаться. Да. Юра, Юренька, привет, мой золотой. Все хорошо. Телемост с бойцами в зоне СВО проходит в помещении, которое с этого дня станет главным местом притяжения военнослужащих и членов их семей. На первом этаже жилого дома 120, корпус 3, на Октябрьском проспекте открылся специализированный центр, где готовы помочь в решении любых вопросов. Здесь будет размещаться комитет семей защитников отечества и фонд содействия армии. Все собрали в одном месте. Я думаю, это будет очень удобно. Получить сразу все виды и консультаций, и помощи. У нас все есть. Есть и юристы, есть и психологи, специально аккредитованные для работы именно и с семьями, и с участниками СВО. Хорошо, что открыли вот такие центры, которые помогают, советуют. Очень много есть вопросов, на которых мы не знаем, не знаем всех этих ответов. Поддерживают моральность, это очень важно. Остальное, мы там справимся на поле боя. У нас там никому не победить. Здесь же расположен склад гуманитарной помощи, а также помещение для плетения маскировочных сетей, изготовления окопных свечей и сухого армейского душа. Волонтеры городского округа уже здесь, работа кипит. Это новый центр, который был выбран по рекомендации наших бойцов. Место расположения очень удобное, центр города. Это место, куда можно прийти всем, кто интересуется, чем можно помочь. Это центр, куда могут прийти все военнослужащие, добровольцы. Это те, кто планирует только так же пойти и служить. Мы уже даже с момента открытия провели три встречи. Есть вопросы, как у наших бойцов, которые вернулись по ранению. Мы сегодня общались с Константином. Медицинская справка о тяжелом ранении, которое в начале специальной военной операции Константин получил. Но, к сожалению, до сих пор официальной справки нет. Мы разберемся вместе с Министерством обороны. И эта справка у нашего защитника обязательно появится и будет. Особое внимание уделяют родным люберецких бойцов. На сегодняшний день на постоянном контроле находятся 762 семьи. На территории городского округа проживают 539 детей, участников и ветеранов СВО. Луиса Игязырян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.